Ребятки, всем привет! Очередной влог. Он такой домашний будет, но начинаю я его с распаковки коробки от любимого. Он уехал в командировку и как раз перед моим днём рождения прислал подарки нам всем, наверное, чтобы не грустило. На самом деле я к днём рождения отношусь очень спокойно, то есть понятное дело, что мне нравится как-то, наверное, здорово его отмечать. Например, в том году мы были в Вене, в Будапеште, и было очень круто. Но так как сейчас коронавирус и границы закрыты, то сидим дома. Если я отмечаю день рождения без него, то он прислал подарочки. Я хотела раскрыть, показать. Вообще не планировала, но в инстаграм вы сказали, что... Ну я спросила, вы сказали, что да, давай, показывай. Поэтому решила показать. Разговаривали по телефону, говорит, там, наверное, подарков всё-таки больше, чем тебе. Но у Демида тоже был день рождения, хотя он свой подарок получил. Вот мы купили ему муравейную ферму, и он доволен. Кстати, это прикольная такая штука, она такая занимательная. Ну, про неё я бы позже расскажу, но это классная штука. Если вы хотите детям сделать какой-то классный подарок, то муравейная ферма и того. По поводу посылки. Вы представляете, специально отправлял ДХЛ, он говорит, чтобы просто тебе доставили домой, и всё. Ну что, ты даже не знала, что там. Но нет, если получается, что там больше, чем 100 евро, то надо заполнять дофига бумаг. В общем, короче, я намучилась с оформлением. Мне потом, конечно, подсказали, что надо было вызвать такого, типа, ну не самого курьера, а как-то он называется, брокер или что-то такое. Прямо на дом он бы оформил эту посылку, так как она идёт за границей, ну пришла я за границей, надо было её растаможить. И, типа, этот брокер растамаживает и все эти бумажки сам заполняет. Но на самом деле нет. Если в Киеве, то да, если ты за городом, то нет. В общем, получается, что где-то неделю я, по-моему, сдыкалась с посылкой, я её оформляла, несколько часов на самом деле, потому что куча бланков, это бюрократия, это растаможка в самом офисе DHL. А потом, когда я... А, ещё там было как бы больше вещей, то есть больше, чем 100 евро, и из-за этого надо было ещё доплатить. Я проплачиваю в банке, молодой человек ругается, говорит, почему они мне об этом не сказали, я вообще хотела, чтобы эта посылка пришла, ты просто открыла её и как бы порадовалась, а не ездила по банкам и по офисам компании, чтобы её забрать. В общем, с горем пополам я её сегодня забрала. Но это всё ничего на самом деле, потому что я знаю, что она собрана с любовью, и это очень здорово. Поэтому открываем. Я уже знаю, что здесь, и... Потому что надо было прописывать бренды. Это вот, знаете, такая штука. Я звоню, говорю, тут надо писать, типа, бренды. Он говорит, а, ну я зашёл в торговый центр и купил, ну как бы, я не помню, там где-то что-то помню, где-то что-то нет. Я писала заявление в DHL, чтобы мне дали эту посылку, чтобы я открыла её при, там, этих сотрудниках, прописала все эти бренды в это какое-то там заявление. Потом у меня эту посылку забрали, и я ещё пять дней ждала, чтобы мне её привезли. А мне её не привезли, потому что я живу за городом, и мне пришлось её ехать забирать с луговой. В общем, вы себе не представляете. Но, наконец-то, да, я её собрала. Поэтому я уже видела, что здесь находится, и я рада. Я очень рада. Первая — это кофта. Она для... Ну, он сказал, разберётесь, или тебе, или нитки. Но так как тут надпись больше характеризует Доминику, то это для Доминика тут уже в одежде. Потому что в сторис я показала в Инстаграм, да, джинсы. Мне особенно нравится попик. Оно ближе сюда. Я просто на штативе. Не-не-не, я просто хочу показать, что очень правильный, как бы, фасон джинс, потому что помните сериал «Друзи» и в 90-х были вот эти «Мамс». Но «Мамс» сейчас у нас какие-то, ну, как бы, такие... Широкие. Широкие, да. И я пыталась найти себе вот такие вот «Мамс», и не смогла найти. То есть у нас в магазинах нету. Вот. А у Ники теперь есть. И кофта. Но мы с Никой сейчас спорили. А спорили мы вот по какому поводу. Кофта сладкая была прислана «М». То ли мне, то ли Доминике, типа, разберётесь. Но по факту больше Доминике, потому что по джинсу ей больше подход. А я тоже хотела такую кофту. И ранее Ники подарила вот такую вот. И я говорю, Ника, я хочу... Давай поменяемся, типа, беленькую. Ты заберёшь эту салатовую, а мне, типа, белую. Скрипя зубами, отдала. Сейчас как раз созванивались, говорит, отдай ребёнку кофту, я тебе новую привезу. Ну, я просто очень... Сейчас ещё осень, и очень хочется одеть джинсы вот так вот. Какой-то большой, объёмный. Ну, дальше показываю. Дёмке прислал ботинки осенние. Заботливый. Прислал ещё костюм Дёмке. Спортивный. Серый. То есть у него, как бы, много спортивных костюмов. Все пижамы, обувь, куртки, жилетки. И, ну, ребёнка полностью одевает. Это очень здорово. И причём хорошо одевает. Всё так подобрано, и я довольна. Голова по поводу, как одеть Демида, не болит. Вот. И сейчас как раз такая погода. Дождь за окном. И ботинки как раз самое оно. Это, кстати, резерв. Тридцать первый размер. Если вдруг что. То я ничего не... Ну, просто показываю. Вдруг вам что-то понравилось. И чтоб вы знали. Это Nike. Размер... Размер 122-128. Он на флисе. То есть кофта чуть менее на флисе, а штаны прям поплотнее. Вот. Да, 122-128. Прикольный. Внизу с резиночкой. Я очень люблю, когда есть резинка внизу на вещах у детей. У Ники на вещи я показала. Джинсы. Это уже для меня джинсы. Так удивительно. Говорит, я Ники джинсы типа выбираю. А тебе какие? Я говорю, ну, я не знаю. Ну, какой фасон? Я говорю, ну, не знаю. Говорит, ладно, сам выберу то, что мне на тебе нравится. Помнишь, вот у тебя были такие синие? Я говорю, да, помню. Вот пришли мне размер и их фасон. Я прислала, вот выбрал мне. И, говорит, Ники взял на размер больше. И угадал. Вот мне взял на размер меньше. Ники взял на размер больше. И попал. Хотя, если я еще не примеряла, ну, я уже вижу, что как бы попал. То есть, они плюс еще и тянутся. И мне очень нравится фасон, действительно. Это как бы мой фасон. Я люблю такое. Это Skinny 26L32. Я вот так вот сделаю вдруг. Дальше Демиду пижама. Он у нас супергерой. Поэтому обязательно Человек-паук или Бэтмен. Вот. И тоже, ну, я думаю, только мамы такое могут понять. Когда мужчина привозит в начале лета пижамы с коротким рукавом, то есть футболочки и шортики, легкие пижамы. И сейчас присылает вот такую вот пижаму, потому что уже холодно, чтобы было ребенку ночью тепло и комфортно. Вот. Поэтому это здорово. Так. Это я показала, это показала. Никины вещи показала. И в Инстаграм делала пост. Я очень люблю эту косметику. Кстати, меня Эмма познакомила с этой косметикой. Первый набор, он был красный. Потом был зеленый. Вот сейчас у меня зеленый. А сейчас опять красный. Я покажу набор зеленый. Если вы не подписаны на Инстаграм, подписывайтесь. Там пост был. Я спрашивала у вас про, делать ли мне посты о косметике. И здесь получается три продукта. Это крем для тела, масло для тела. Я обожаю масло для тела. Вот. И гель для душа. Он в виде пены. Это такая, как гель для душа, но пенообразная. Надо очень мало. Но очень здорово. Запах такой потрясающий. Это Ритуалс. Чья это, кстати, косметика? Кто знает. Роза. Германия. Производство Германии написано. Вот. Типа Аюрведа. Типа Аюрведа. Не знаю. Мне просто еще нравится. Знаете, я люблю красивые упаковки. И в новой ванне красивые баночки. Вообще самое-самое оно. Я безумно рада. Счастливо. Как женщина. Мне приятно. Вот. Джинсы, когда примерю, покажу, как на мне сидят. И покажу вам подарки, которые мне друзья подарили. Потому что я не отмечала. Они просто как бы приехали, поздравили некоторые и уехали. А некоторые вечером как бы мы выпили венца с сыром. Вот. Так что, вот так вот. Пещала вам показать подарки. Такие, как презенты от своих друзей. Кумайдья мне подарили ручку. Каменский. Вот такая вот. Видели такие ручки? Это не просто ручка. Она с камнями. То есть, как, не с драгоценными, не с бриллиантами. Но вот эта ручка хамелеон. Потому что я разная. Вот. Не видно, отсвечивает. Она очень красивая. Вот. Такие, конечно, вещи очень круто. Сейчас попробую. Круто дарить мужчинам. Они такие вещи ценят. Это особенно те, которые занимаются там бизнесом, подписывают договора и так далее. То есть, когда они достают свою ручку. Это, кстати, важно. Если на миллионы подписывают, то надо своей ручкой. И когда она вот такая вот, а их-то много разных, они красивые, то это круто. И паспорт. Кстати, я не думала, что у меня на ручку будет паспорт. Но это вам на всякий случай, если вдруг... Тут даже вам есть, чтобы почитать. Ручки Каменские студии производятся вручную с разных материалов. Тут просто не на русском написано, я перевожу. Кстати, есть еще ценные экзотические с редкой породы дерева, с камня. Даманской стали, с титана, металлокомпозиты, роги, бивни мамонта, кофельных зерен, сосновых шишек, авторские заливки, смолы и инструктация натурального перламутра. Вот, как у меня. Вот, поэтому... Ну, круто на самом деле. Прям не знаю, чтобы ее не потерять. Даже не знаю, что ей писать. Своей целью, наверное. Пока я еще договора на миллионы не подписываю, но иметь такую ручку, это приятно. И мне приятно, что кумовья обо мне такого высокого мнения, что дарят мне такие вещи. Ну, просто я собралась писать книгу, я, в принципе, уже начала. Это чтобы делать автографы. Ну, шутки шутками, но на самом деле, а вдруг. И моя подруженька подарила мне, моя любовь к свечам, она меня не покидает, вот такую вот свечку. Но это не просто свечка. Кстати, когда накрываете вот так вот крышечкой, она моментально гаснет. И она безумно пахнет. Она очень классно пахнет. Ну, видите, какой фитилек? А этот фитилек, он скворчит, как костер. А тут крышка такая прорезиненная. Вообще. Классно. Очень здорово пахнет. Очень. И я смеялась, говорю, сомневаясь, что будет прям как костер трещать. Но это как деточка костра. Ну, короче, хихикали, но, в общем, здорово. Я люблю такие вещи. И знаете, что мне нравится? Вот любимый человек, друзья, да, они улавливают такие вот моменты, когда знают, что я хочу, что я люблю. Я это понимаю, и это безумно ценно для меня. Просто. Еще Анюточка подарила мне, во-первых, подарила мне такой огромный букет цветов хризантем. Люблю цветы в горшках, честно. Подрила мне Будду. Сейчас я его покажу с Юска. И поднос. И поднос как раз мне пришелся вот в тему настолько. И тут Аня дарит мне этот поднос. Сейчас я вам его покажу. И для чего он мне понадобился, вы тоже поймете. И сейчас Будду покажу. Вот тот самый Будда. Я искала темного, большого. Я хотела вот сюда поставить. Кстати, Анюта мне еще и такие цветы. Подарила. Правда, именно на день рождения. Вот. А ранее. Так что у меня тут, видите, все в цветах. И друзья мне еще, сейчас тоже покажу. Подарили большой горшок с цветами. Так вот. Я хотела Будду большого, не могла найти. Потом смотрела на этого. Думаю, надо брать, не надо. Думаю, ну ладно, не буду. И тут Аня дарит. И я такая говорю, Боже, спасибо тебе большое. Потому что на самом деле, как бы вот это вот буду, не буду, хочу, не хочу. Хотела, но не покупала, потому что у меня маленький есть, и я хотела большого. А этот, он как бы серединка. И я подумала, что если я куплю этот, то на большого, ну как бы оскому я собью, и уже не куплю большое. Поэтому я не купила. А тут, получается, Аня дарит, и выходит, что он у меня есть, и я продолжаю хотеть большого. Поэтому я ей безумно благодарна. Он вообще сюда очень хорошо и лаконично вошел. И вот показываю вам, для чего мне нужен был поднос. Потому что все оно здесь должно быть, рядышком, в гардеробной. Я не знаю, вот оно мне прям должно. Все это мне надо. И оно так все валялось на полке. И я думаю, мне нужен поднос, чтобы все это сложить. И тут Аня дарит, и я просто ей безумно благодарна. Вот правда, ну как можно было уловить, что мне нужен поднос. Молодец. Кстати, вот этот вот крем тоже через Инстаграм можно заказать. Он у меня уже заканчивается. Я не пользуюсь всегда... То есть я могу вернуться к этому крему, но через какое-то время. То есть когда заканчивается баночка, и не покупаю опять такую же, даже если мне очень подошло и очень понравилось. Кожа привыкает. Меняю. Потом могу вернуться. Так что вернусь к нему еще. Он в виде геля. Неплохой. Вот. Я всегда мечтала о гардеробной. Теперь она есть. И как-то я уловила себя на мысли, что... Ну есть и есть, но гардеробная и гардеробная. А потом такая, Аня, ну ты же очень сильно хотела. Как бы радуйся дольше. У вас бывало такое? Ну, знаете, как, опять же, туи. Вот туи стоят. Я помню, что у меня их не было, я их очень хотела. И первое время я просыпалась, смотрела на них и дико радовалась. А потом, ну, туи и туи. То есть мы, народ такой, мы ко всему быстро привыкаем. Но я себя одергиваю. Одергиваю для того, чтобы радоваться дольше, чаще. И понимать, что эти вещи, как бы, они не просто вещи. Это, как бы, часть жизни, которая приносит тебе радость. Туи, это растение, это круто. Ну, а вещи, когда они подарены с любовью, это не просто вещи. А вот этот цветок, о котором я вам говорила. После того, как мне его подарили, он выпустил еще пять стрел. Это так круто. Он вписался в ванну просто великолепно. Просто великолепно. Я всегда хотела живой цветок в ванной комнате. Я почитала о нем. Его можно держать в ванной. Время от времени, я думаю, что, наверное, его все-таки стоит выносить в зал, чтобы он получал солнечный свет. Но он любит влагу, потому что это тропическое растение. Поэтому, если вы что-то знаете о нем, напишите в комментарии. И возвращаюсь к косметике. Здесь у меня полностью набор с розой. Получается красный. Он самый для меня пахучий. Вот здесь я уже, по-моему, говорила, да? Да, описывала, что здесь. И у меня был зеленый. Как был? Он у меня есть. Вот он стоит. И вот зеленая линейка. Здесь скраб. Такой гамажик для тела. Очень такой приятный. Гель для душа. Он с дозатором. Тоже очень удобно. И крем для тела. Вот. Кстати, я могу показать свою косметику для волос. Я сейчас волосы отпускаю, отращиваю. И у меня вся косметика очень такая, ну, профессиональная. Потому что уход нужен особенный. Но это, может быть, в отдельном видео вы напишите, может быть, свои запросы, чтобы вы хотели в моих видео видеть. И в эту коробочку я сложила то, что я вам показывала. Вот. Так что ванными принадлежностями я обеспечена. Сразу хочу показать, потому что потом могу забыть. Бешофит. Такая банка. Я подкрыла. Ладно, сейчас не буду. Вот. Вы принимаете ванну с бешофитом. При этом у вас идет вот коррекция. Получается, коррекция фигуры. Нервная система, спины, суставов. Смеюсь. Стараюсь не радуюсь. На самом деле, это мне подруга посоветовала. Говорит, я иногда ванну принимаю. Ну, прикольно успокаивает. А я вспомнила, что когда мы были в Трусковце, два раза. И два раза вот эти вот ванны с бешофитом как бы брали. Очень прикольная такая штука. Поэтому я решила, что почему я не могу сделать это дома. И вот этот раз уже пробовала. Очень прикольно. Реально расслабляет. И классно после него спится. И стоит он копейки заказала на мейкапе. Я сейчас не помню, потому что я еще, помимо этого, брала какую-то маску для волос. Поэтому, ну, стоит вообще очень недорого. Загуглите. Если найду, то ссылку оставлю под видео. А, ну. Дема приехал, еще не ведет своих подарков. Ну, давай. Рассматривай. А, я сказала, это в пакете. Нет, не в пакете. Вот тут в коробке. А ну-ка. Это подошва. Такая прозрачная. Я сначала думала, что она светится, но мне кажется, что нет. А жаль, да? Ну, как тебе? Хорошо. Хорошо. Для настоящих спортсменов настоящие спортивные костюмы. Да? Как у Позы. Как у Позы, говорю. У кого? У Позы. Позы это кто? Это снимает видео. Он снимает видео? Про игры. Про игры? Я не знаю. И это тоже. И это штаны, да. Это спортивный костюм. Куда они их девают? Куда их девают? Ну, можешь вот сюда положить. Сейчас будем примерять. Покушаем. Примерять. Покушаем. А я пока поиграю с моими игрушками, моими любимыми. И жившим попью. Что там еще? Пижама. Человек-паук. Как я поняла, маме ботинки и спортивный костюм, потому что мама понимает суть. Одем мне пижаму, потому что это Марвел. А, да. Человек-паук. Да. Это как у тебя летний, да? Да. Теперь будет такой же... Пижама. Пижама. А еще такой спортивный костюм у тебя есть. Когда будем спать. Да. Есть такой спортивный костюм, такая пижама и летняя еще такая пижама. Вау. Вау, да. Он есть в чужих руках. Ты рад? Да. Как смотрятся прикольно. Такие уже, как взрослые. А ну, покрутись. Класс. Тебе нравится? Да. Думаю, пижаму человек-паук. Да. Точно. Привезла Демида на съемки. То есть, как бы он пришел кастинг, съемка получается клипа Максим Хадеев. Очень часто снимают игру на Украине, потому что в душе. Задействуют в клипе детей, они маленькие попараться. Что за песня, какой клип, я не знаю, если честно. Вот. Патриот снимаю. Какие прикольные. Смотрите, когда я говорю, начали, она идет. Тут вы подбиваете, что вы подбиваете. Вот так. А ты перебиваешь. Это показывает, как надо делать. Понял? Да, вот так будет. Сейчас, как и вот, а потом. Понятно? Давайте попробуем, как вы это будете делать. Давайте со мной репетиться. Готовы? Со мной репетиться, да? Не улыбаться, вообще. Вы серьезные? Вы серьезные чуваки. Тебе 35 лет. Тихо. Тихо. Слушайте, ребят, побежали, бежите. Фотографируйте. Девочка расплакалась, не хочет сниматься. Это только в конце надо кричать. По сюжету она идет, в сфере, нападает в операции, и она должна закричать. Расплакалась, не хочет. С детьми на самом деле реально тяжело работать. Особенно, когда они непрофессиональные актеры. Иди сюда, чувак. Не могу подойти, чтобы показать. Но суть поменялась. Теперь парочка выходит из машины, и за ними огонь заплана. Иди сюда. Я хочу подойти, чтобы показать, чтобы показать, чтобы показать. Иди сюда. Палочка. Ааа. Дай, это прям, Олег. Продолжение следует... Продолжение следует...